Дмитрий Надежда Журова Курсы плетения вестники цветовода журнала Теперь, значит, возобновляем в интернет-режиме Большой у нас опыт И сегодня мы посвятим наше занятие Заготовлению игрушечек для елки Многие люди давно украшают елки у себя в саду А продвинутые садоводы украшают весь сад К празднику, к Новому году, к Рождеству Мы предлагаем такой альтернативный способ украшения сада С применением огня, воды и не медных труб, а плетения из ивы Ну, с огнем понятно, это свечи, засунутые в сугроб Очень красиво подсвечивают сад, если вдоль дорожек особенно их выставить Вода в это время года обычно в виде льда присутствует Ледяные игрушки с детства, наверное, делал каждый из вас Подкрасил формочки воду краской, засунул веревочку и получилась ледяная игрушка Всегда с трепетом мы ждали, когда наконец замерзнет, чтобы можно было вынуть и повесить на елку А вот плетеные игрушечки, они довольно редки Мы хотим сегодня научить вас делать плетеные игрушечки Вот такие, которые можно вешать на деревьях в саду И для этого не нужно иметь плантацию ивы корзиночной или какой-то еще Достаточно просто иметь иву в саду или корнус Шведская лоза, сведина, она произрастает у многих Поэтому, если у вас есть ива или корнус, смело берите секатор Потому что обрезка не повредит в это время года И можно сделать несколько небольших игрушек Которые в это время года, видите, достаточно яркие И будут видны издалека А если этой яркости вам не хватает, можно потом подзолотить чуть-чуть И они будут естественно выглядеть в саду В отличие от стеклянных или таких из фольги игрушек Которые потом могут разбиться или даже засорять сад Вот, начнем по порядку Чем заняться садоводу долгими зимними вечерами? Мы выращиваем все лето прекрасные сорта корнусы Ивы, краснокорые, зеленокорые Вот оливкового цвета видовая ива Вот уже клоны сортовые, оранжевого цвета И долгими зимними вечерами с детьми Мы очень за небольшое количество времени плетем вот такие игрушки То есть это где-то от 10 минут до получаса В зависимости от наровки Вот такие вот игрушечки Подольше, но тоже в пределах часа Такая вообще 5 минут Да, и вот эта вот 5 минут тоже То есть ее можно украсить с детьми за пару-тройку вечеров Сегодня нам понадобится обычная разделочная доска Кухонный ножик И обычный садовый секатор Который есть у каждого свободолюбителя Кухонный ножик необходимо, чтобы был с твердым Жестким лезвием А еще есть такая специальная дощечка Приспособление, ее еще называют тренажер Но это уже для тех, кто захочет заняться плетением более серьезно Видите, это дощечка с дырками В нее можно вставлять палочки, стыки, которые мы будем оплетать И в том числе делать вот такие вещи Вот вставили в дырочки, оплели И сейчас вот на этой дощечке я покажу вам способ плетения Самый простой, надежный Это будет наглядно Вставив в эти дырочки наши стыки Вот смотрите, для наглядности я взяла две веточки разного цвета Это как раз вот корнус Корнус шведской лоза Свидина, дерен Закладываю каждую веточку за стоячок Вертикальная палочка, стоячок И можно даже себе говорить такую фразу У меня есть левый прутик и правый Левый на правый, за следующий стояк и на себя левой на правой, за следующий стояк и на себя, левой на правой, за следующий стояк и на себя. Вот этот способ называется веревочка из двух прутьев или из двух концов, как говорят плетельщики. Здесь вот видно красные и зеленые веточки, что все время они как бы скручиваются друг с другом, тем самым образуя плодное прочное плетение. Теперь переходим, собственно, к плетению нашей игрушечки, звездочки или солнышко, или снежинки. Как вам больше нравится. Берем шесть палочек, три потолще, вот они три потолще и три потоньше. Из них мы будем делать основу вот такого на снежинке солнышка. Потолще палочки расщепляем вдоль, но не до конца. острым ножиком середину раздвигаем. В эту середину последовательно засовываем три палочки более тонкие. Вот получилась крестовина с названием три на три. Три потоньше вставлены в три потолще. Делаем две тонкие веточки и вершинками, вот тоненькие части вершинки. И вершинки вставляем вот в эту щель. Здесь торчит сантиметра два. Придерживаю рукой и развожу впереди и сзади вот этих трех прутьев. Вот теперь посмотрите, единственный момент, который здесь может вас смущать. Нужно так вот повернуть, чтобы у меня в руках появился левый и правый прутик. Вот у меня есть левый и правый прутик. Первые два круга я оплетаю крестовину, как будто бы это один стояк. Вот посмотрите, на каждом донышке, на каждом звездочке есть такое место, где они оплетены все вместе, вот такой квадратик. Это делается для того, чтобы зафиксировать крестовинку. То есть я рассматриваю три палочки, как один стояк. И говорю себе вот ту самую скороговорку. Левой на правой, за следующий стояк и на себя. и поворачиваю. Левой на правой, за следующий стояк и на себя. И поворачиваю. Левой на правой, за следующий стояк и на себя. И поворачиваю. Левой на правой, за следующий стояк и на себя. И поворачиваю. Подтягиваю. Вот такой квадратик получается в центре нашей игрушечки. Вот я прошла два круга. И теперь я начинаю лучики нашего донышка, солнышка разводить равномерно. Хорошо так вот упереться. Надежней всего в себя. Я говорю те же слова себе и оплетаю каждую веточку отдельно. Левой на правой. За следующий столичок и на себя. Левой на правой. За следующий столичок и на себя. Поворачиваю. Эти теперь свожу. Левой на правой. За следующий столичок и на себя. Они могут похрустывать. Это не страшно. Главное просто развести равномерно лучи. По кругу все. Смотрите, мы прошли целую окружность. В общем-то уже можно даже заканчивать уже какая-то есть структура снежинки или звездочки. Но мы еще все-таки пройдем, потому что нам надо с вами показать, как наращивать. Ведь прутик кончается и он обязательно нуждается в наращивании, чтобы продолжить плетение. Вот я возьму так же красный и зеленый, чтобы уж так же продолжить. А потом это все подрезается уже, когда заканчивается плетение. И вот я им уже новым плету, а этот я бросила. Его потом подрежу. Вот так, где я наращу зеленый. А это все удерживаю пока. Продолжаю разводить наши стоячки равномерно. Расстояния между ними были приблизительно одинаковые. Сейчас у меня прутики заканчиваются вершинками, то есть тоненькими частями, что очень будет логично и красиво можно будет завершить. Красненький уже кончился и вот этим зеленым я завершаю все наше плетение. Завожу его в дырочку предыдущего слоя плетения. Сейчас я хочу расширить немножко. Это можно делать любым инструментом, шилом. Вот. Вот она появилась. Мы ее вытягиваем. Все. Затянули крепко. Ну вот, плетение завершено. Остались только кончики, которые нужно подрезать. Так что вот, пожалуйста, подрежьте. Чтобы у нас было ровненько, берем секатор и обязательно в горизонтальном положении его ориентируем. И наше донышко или нашу снежинку тоже держим горизонтально и секатором подрезаем вот таким образом. не вот так вот, не как-то иначе, а вот строго, как я сейчас держу. Ловким движением обязательно, чтобы срез опирался на образующую нашего плетения. Медленно, потихонечку. Надо беречь пальцы, потому что под секатор пальцы подставлять не стоит. Острый секатор обрезает без лохмотьев, без зажевывания прута. Без зажевывания. Вот так вот четко обрезает. Получается у нас изделие с подрезанными кончиками. Теперь можно для декоративности половину прутев основы подрезать покороче. Таким образом получится у нас Вифлеемская звезда, например. Хотя там должно быть наверное 8. Концов у нас столько. Видите, какая вещь. Вот смотрите, за несколько минут мы сделали такую красивую звездочку из растений, которая произрастает в нашем саду. Ее можно подвесить, ее можно поставить, можно сделать большую, можно пойти каледовать с ней, сделать побольше, покрасить золотой краской. Для этого можно использовать спреи, акриловые краски, любые. Но сейчас пока эти ветки не высохли, они очень яркие красивые. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok